Субтитры создавал DimaTorzok Мы выбрали приоритеты, куда мы будем двигаться в течение 2019 года. Конечно же, выбирали первоочередные мероприятия, которые бы способствовали сохранению жизни жителей Алтайского края. И эти изменения должны носить характер всеобъемлющий, затрагивать все районы Алтайского края. В первую очередь медики решили оказать поддержку направлениям, которые направлены на борьбу с самыми коварными недугами. Онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По данным ВОЗ, именно эти патологии уносят наибольшее количество жизней – порядка миллионов в год в России. Также большая помощь оказана детскому здравоохранению на Алтае. Большое внимание уделено и модернизации первичного звена в отрасли – поликлиникам, женским консультациям, службе скорой и неотложной помощи, а также ФАПам. Что же изменилось? Рассмотрим на конкретных примерах. Регистратура без очередей, вежливый администратор и даже колл-центр. Поликлиника будущего уже есть в Барнауле. Седьмая городская еще недавно выглядела иначе, а сегодня светло и уютно, а главное – нет проблемы попасть на прием к врачу. Температура не было, ничего? Есть температура. Сколько получилось? Ну, вчера вечером 39. 14 терапевтических участков закрывают 12 врачей. Такая укомплектованность – редкий случай для барнаульских поликлиник. Чтобы терапевты смогли взять под особый контроль пациентов с хроническими болезнями, между ними и фельдшерами перераспределили нагрузку. Последние выезжают на все неотложные вызовы. К слову, штат поликлиники в этом году пополнили три врача, два фельдшера и три медсестры. Молодых сотрудников в первую очередь привлекла зарплата. Она не ниже, чем у медиков со стажем. Пришла на собеседование в поликлинику, показали рабочее место, показали, как оформлен кабинет, что у нас два компьютера в кабинете у меня и у медсестры. Достойная заработная плата, хороший коллектив. Жизнь специалистов и пациентов облегчили и современные электронные сервисы. Выписка рецепта онлайн, а также автоматический обзвон пациентов. В случае отказа человека от посещения врача записывают на прием другого. Мы записываем на прием на 11 сентября. Время приема 15.48. Терапист участковый. Вы подтверждаете запись. Скажите да или нет да. Ваш визит подтвержден. Все меры в комплексе позволили повысить доступность медицинской помощи. И от пациентов 7-й городской поликлиники все чаще сегодня звучат слова благодарности. Количество жалоб, которые ранее поступали, мы сейчас сократили в 4 раза их за 4 года. То есть это достаточно неплохой показатель. Для повышения доступности и качества медицинской помощи на Алтае создали Центр охраны материнства и детства. Новая структура объединила три ведущих медицинских учреждения. Перинатальный клинический центр, Краевую детскую больницу и Барнаульскую больницу номер 2. Новый комплекс прирос не только количественно, почти на 300 мест, но и качественно. А показатели младенческой смертности, мы можем их сравнить с предыдущим годом. По краю он составлял за 10 месяцев этого года, который мы сейчас можем говорить. На данном этапе он был 7,8 показатель. На сегодняшний день он 5,1. Это в 36,7 раза, то есть снижение показателя от предыдущего года. Под особым вниманием не только младенцы, а все дети Края в тяжелом состоянии. С декабря здесь работал Центр экстренной консультативной скорой медпомощи. Его сотрудники круглосуточно наблюдают за состоянием детей, которые находятся в отделениях реанимации по всему краю. Самостоятельно подыхивает хорошо. Планируете экстубацию? Компания, да, хорошо. Понял, принял, спасибо. До связи. Сотрудники Центра в режиме онлайн консультируют коллег из районов по лечению юных пациентов и тактике ведения операции. В случае необходимости эвакуируют детей в Барнаул или федеральный медцентр. Вчера мы выполнили задание в райцентр Завьялова. Сегодня мы поехали в город Томск за ребенком после хирургической патологии. И также вчера мы забирали из Новосибирска больного с нейрохирургическими проблемами решенными. Переводим сюда к нам на период реабилитации. На базе Центра охраны материнства и детства в этом году начала работать и первая в крае выездная палеотивная служба для детей. Она помогает повысить качество жизни ребятишек с неизлечимыми болезнями. Эту службу, как и другие, в 2019-м оснастили передовым оборудованием. Высокотехнологичная помощь, уникальные операции, а главное врачи-профессионалы – отличительные особенности многопрофильного учреждения. В день Конституции известный хирург Юрий Тен получил из рук губернатора орден почета. Я работал где-то 45 лет, ну около 10 тысяч сделал операцию. Каждый день, что-то необычно, иногда бывает вроде не самое сложное, а на операции получается очень даже сложно. И наоборот, это бывает. В следующем году на базе Центра охраны материнства и детства начнется строительство корпуса для будущего Центра экстренной хирургии и травматологии. Внезапная боль в груди, одышка, потеря сознания – все это признаки сердечного приступа, который ежегодно настигают несколько тысяч взрослых жителей края. В этом случае медлить нельзя, дорога каждая минута. Чтобы пациенты попадали к врачам как можно быстрее, на базе регионального кардиодиспансера заработал краевой диагностический консультационный центр или, проще говоря, колл-центр, сотрудники которого на связи 24 часа в сутки. Ангинозные боли есть? Ангинозные? Он, как вы знаете, пока лежит в реанимации, он вообще стабильный. Ну все, в общем, давайте созваниваемся, хорошо? Как готово и окончательное решение принимаем. Принимая звонок от врачей скорой помощи, сотрудники колл-центра, высококвалифицированные кардиологи проводят экстренную консультацию и диагностику пациента. По результатам кардиограммы принимают решение о том, в учреждение какого уровня доставить больного. К первому относятся ЦРБ, ко второму – межрайонные кардиоотделения. Это Славгород, это Групцовск, это Олейск, это Биск, где также оказывается кардиологическая помощь, но не специализированная. Специализированную помощь оказывает кардиодиспансер и краевая клиническая больница, учреждение третьего уровня. Выбор места доставки больного в первую очередь зависит от местонахождения учреждения. Оно должно быть в пределах 60-минутной доступности. Когда состояние пациента стабилизируют, его, как правило, переводят в Барнаул. К примеру, в этом году кардиодиспансер принял на 300 больных больше, чем в прошлом. Пациент еще до конца, наверное, это не осознает, но действительно он пришел в себя. То есть, вот это один из тех немногих случаев, когда действительно наши слаженные действия помогают пациенту в буквальном смысле вернуться с того света. И, собственно говоря, вчера, получается, 11-го числа, у него было, наверное, второй день рождения. Новый подход в организации медпомощи уже доказал свою эффективность. За 11 месяцев смертность от инфаркта миокарда упала на 3 с лишним процента, а это несколько сотен спасенных жизней. Снижение смертности населения от рака – главная задача онкологической службы края. Только бийский онкологический диспансер в 2019 году смог получить 38 единиц нового медицинского оборудования. Среди них цифровой маммограф, диагностические аппараты и рентген-терапевтическая установка. С ее помощью можно облучать опухоли различных размеров. Он движется абсолютно во всех плоскостях. Поэтому поле можно навести очень-очень точно и очень плотное прилегание у нас ее тубуса к поверхности тела. Это тоже большой блюд. Почти полмиллиарда рублей бийский онкогиспансер направил на закупку современных лекарств для лечения больных раком. Штат учреждения пополнили три молодых специалиста. А в скором будущем в Наукограде планируется строительство амбулаторного отделения онкоцентра. С вводом новой поликлиники для наших больных еще больше надежды, еще больше возможностей появится. Эту надежду должны у них укрепить, развить и дать им возможность для дальнейшей полноценной жизни. В ближайшие годы, заверили в Алтайском Минздраве, в крае появится семь межрайонных современных отделений амбулаторных онкоцентров. В них будут проводить комплексные обследования и специализированные лечения, такое как химиотерапия злокачественных опухолей. А это означает, что тяжелобольным пациентам из районов края не нужно будет ездить в Барнаул, преодолевая порой сотни километров за получением жизненно важных процедур. Теобъемлющие интегративные показатели для системы здравоохранения – это общая смертность населения в Алтайском крае. И сегодня мы можем говорить о 10 месяцах официальной статистики, которая имеется в Росстате. И здесь мы имеем, скажем такой, результат положительный, он недостаточен, сразу скажу, на сегодняшний день. И здесь в отрасли еще есть где работать. Но однако же в этом году на 548 человек за 10 месяцев умерло меньше, нежели чем в прошлом году. Субтитры создавал DimaTorzok